Процесс века. Так уже назвали начавшийся в этот понедельник в Осло суд над террористом Андерсом Брейвиком, жертвами которого в июле прошлого года стали 77 человек. Большую часть своих жертв Брейвик просто методично расстреливал выстрелами в упор. Это не только самый масштабный суд в истории современной Норвегии. Процесс начался в открытом режиме, и Брейвик использует суд как трибуну для пропаганды своих взглядов, весьма близких к нацистским идеям. Защита Брейвика. Сергей Митрофанов спрашивал, кто в Скандинавии и сегодня оправдывает норвежского националиста. Беспрецедентные меры безопасности, сотни журналистов, и все это в некогда спокойной Норвегии. Под усиленной охраной на подземную парковку здания суда прибывает кортеж. И так каждый день. С понедельника в Осло начался процесс над Брейвиком. Начало шокировало многих. Его нацистские приветствия, и вот момент. Прокуроры пожимают ему руку. Возможно ли приветствовать убийцу 77 человек? Оказывается, в Норвегии такая традиция. Обвинитель пожимает руку обвиняемому, как бы говоря, ничего личного. Начинается рассмотрение дела Андреса Брейвика. Я не признаю норвежские суды. Вы получаете мандат от политических партий, которые поддерживают мультикультурализм. Этого хотели избежать, но не получилось. Из уголовного процесс стал политическим. Трибуны для пропаганды идей нацизма, чего и добивался Брейвик. И хотя трансляции его речи запретили, отдельное его высказание все равно просочились в прессу. Атака 22 июля была упреждающей в защиту норвежцев и норвежской расы. Я действовал в целях самообороны от лица моего народа, моего города, моей страны. Поэтому я требую признать себя невиновным. То есть никакого раскаяния. Брейвик пытается представить себя спасителем. Он позже скажет суде, убивал тех, кто допустил приезд мигрантов в страну, представителей правящей рабочей партии. Остров смерти. Каждый раз, приходя сюда, к этому камню, на котором всегда свежие цветы, 21-летний Андриан Пракон с трудом сдерживает слезы. Тогда, 22 июля 2011 года, он был на острове Утоя и говорит, это чудо, что остался жив. Я видел, как он ходил и методично убивал людей. Он делал это настолько профессионально, как будто делал это каждый день. Андриан был ранен в руку. Как он позже вспоминает свои книги. Какой-то голос свыше подсказал, надо притвориться мертвым. Это была какая-то игра со смертью. Он ходил и методично проверял, все ли мертвы. Он был в шаге от меня. Я слышал его шаги, его дыхание. Но вдруг что-то его отвлекло. Это меня и спасло. Андриан Пракон теперь основной свидетель на суде. Он признается, во время одного из заседаний его поразил момент. Когда перечисляли имена жертв, ни один мускул не дернулся на лице Брэвика. Но когда стали показывать пропагандистский фильм, где Брэвик после пластической операции, которую он сделал, чтобы походить на истинного арийца, предстает в образе крестоносца, убийца распакался. Впервые с 1946 года судят преступника, совершившего массовое убийство из-за нацистских идей. Нюнберг. Исторический процесс. На скамье подсудимых лидера нацистской Германии. Знаменитые двухдневные выступления Геринга, второго после Гитлера лица в государстве. Он пытается внести раскол в стан союзников и объяснить массовое убийство борьбой против коммунизма. Следовало ли стремиться к достижению пунктов программы партии любыми средствами, даже незаконными? Конечно любыми. Если я достиг успеха, то тогда мои действия законны. Главная цель Нюнбергского процесса признать идеи нацизма и фашизма, то есть превосходство одних над другими по расовому признаку, преступными, обвиняемым не удалось объяснить свое преступление только тем, что они ему выполняли приказы. Но тогда участники процесса и предположить не могли, что эти идеи окажутся настолько живучими. Это кадры документального фильма «Шведский расизм» о подготовке знаменитого восстания неонацистов в ноябре 1993 года в Стокгольме. Это было первое массовое выступление против эмигрантов, прежде всего мусульман, скандинавий. Тогда действия нацистов в обществе осуждали, но пройдет немного времени, и они поменяют имидж на более респектабельный, сменят риторику. И вот уже 2010 год. Партия «Шведские демократы», которую еще недавно называли «расисткой», на выборах получает места в парламенте. Люди устали от эмигрантов, их содержание очень дорого обходится бюджету, остается меньше денег на школу и медицину. Среди эмигрантов Ближнего Востока растет преступность, насилие, убийство, грабежи. Шведы перестали ощущать себя дома. 2011 год. На выборах в Финляндии. Партия «Истинные финны», которую тоже считали неонацистской, занимает третье место. В Бельгии активисты движения «Фламсе Белонг» – «Белая Фландрия» и не скрывают свои симпатии идеям Гитлера. Мы боремся с паразитами, эмигрантами, которые тащат за собой семьи, получают бесплатные дома и деньги на халяву. Все это им дают социалисты, чтобы приезжие за них голосовали. В Германии неонацистские марши – это уже ежегодные мероприятия. Все эти движения объединяет одно – борьба с мигрантами-мусульманами. В 2010 году выходит знаменитый манифест «Тита Царацина» – конец эпохи мультикультурализма, где открыто говорится, христианская Европа не ужилась с исламской миграцией. Книга вызвала скандал, и в то же время у нее появились последователи. Вот что говорит известный немецкий публицист Раф Джордана. Ислам несовместим с демократией, потому что ислам – это не просто религия, это стиль жизни, который полностью отрицает европейские ценности. После долгих переговоров он назначен на встречу в самом центре Осло. Лидер движения «Стоп исламизации» Норвегии, который теперь называют самым радикальным российским движением, Мортен Скай, объясняет нам, хоть идеи Брейвика отчасти были верны, но методы, которые он выбрал, преступные. Он стал действовать так же, как и исламские террористы. Убивать невинных людей – это преступление. Сейчас на фоне дела Брейвика говорить о проблемах миграции – уже преступление, объясняет Мортен. Всего лишь в ста метрах от места нашей встречи находится мусульманский квартал. Но Мортен отказался туда пойти. Объяснил, сами норвежцы уже боятся туда ходить. Нам не важно, какой религии они придерживаются. Пусть их Бог Аллах, пусть они живут здесь. Но нельзя навязывать нам свое поведение, свои правила. Не надо устанавливать здесь шариат. Профессор Норвежского университета Томас Эриксон в качестве эксперта приглашен на процесс по делу Брейвика. Вот один из тезисов его будущего доглада в суде. Многие люди разделяют его идеи, и это стало ясно после той страшной трагедии, которая произошла 22 июля. Многие верят в этот бред, и главная опасность в том, что преступления могут продолжаться. Это страшные кадры последствий взрыва в самом центре Осло 22 июля 2011 года. Сперва думали, теракт организовали исламские фундаменталисты. Но нет, это была продуманная акция Брейвика. Сначала взрыв, а потом он направился на остров убивать подростков, активистов молодежного движения правящей рабочей партии. Теракт был направлен не против эмигрантов, а против самих норвежцев. Херальд Фёскер, пострадавший от взрыва, показывает нам, что сейчас на этом месте. Усиленные меры безопасности, глухой забор в специальных отверстиях цветы. Я, конечно, был седой, но таким белым стал после того дня. И вот ирония судьбы. Херальд работает в Министерстве юстиции, и в случае признания Брейвика виновным, именно он будет определять условия его пожизненного заключения. Конечно, тюремные условия в Норвегии лучше, чем в России, я знаю. Но всё равно, у него будет одиночная камера, усиленная охрана и пожизненное заключение. Не 21 год, как все говорят. Главная интрига судебного заседания. Признает ли Брейвика виновным или невменяемым? Херальд Фёскер говорит, сейчас в обществе большая дискуссия. С точки зрения политики, лучше признать невменяемым. Тогда получается идея, которую он пропагандирует, из-за которых совершал убийство не больше, чем бред сумасшедшего. Это не позволит ему стать героем, как он добивается. Но пострадавшие хотят, чтобы он был признан здоровым. То, что он совершил, убийство 77 человек. Это преступление, которое никакие идеи не смогут оправдать. Сергей Митрофанов, Фёдор Палихов, программа «Неделя», РЕН-ТВ.